Евгений, прежде всего поздравляем тебя с тем, что ты стал футболистом Минского Динамо. Что можешь сказать по этому поводу? Спасибо большое. Я очень доволен, очень рад, что оказался в таком клубе с большой историей. Поэтому буду пытаться соответствовать этому имени. Первый легионерский опыт в твоей карьере. Насколько сложно тебе это решение удалось? Насколько непросто было решиться на переезд в Беларусь? На самом деле, можно сказать, что мы братские страны. Поэтому здесь спокойно, очень легко удалось и никаких проблем не было. Бывал ли ты в Минске когда-то раньше? Да, несколько раз был. Мы с прошлой командой, с Балтикой были на сборах здесь, по-моему, в позапрошлом году. И как бы в целом проездом так, может, один-два раза был. А с Балтикой где я был на сборах? Может, помнишь сейчас что-то в голове там всплывает? Мы жили в гостинице «Виктория Олимп» и тренировались на полях футбольного клуба Минска. Федерация футбола. Как тебе? Ну, в целом, как бы, что касается полей, тогда были не очень, сразу скажу. А в целом, если взять сбои, то пришли плодотворенно тогда. Что знал о Минском «Динамо» до того, как ты подписал контракт с нашим клубом? На самом деле, как бы, я считаю, что и в целом слышал, и считаю, что «Динамо» – это команда с именем, с большой историей. Это я знаю. И всегда на слуху, когда был клуб в Беларуси, всегда первым делом это «Динамо» Минск для меня было. Поэтому жаль, конечно, да, что давно не было трофеев. Но я думаю, что у нас в силах все вернуть на круги своя. Как вообще возник вариант с твоим переходом сюда, к нам, в наш клуб? Ну, получилось, что у меня с «Балтикой» закончился контракт. И так как я был до этого знаком с Леонидом Станиславовичем, он пригласил, и так получилось. Также ты работал вместе с Евгением Геннадьевичем Ивановым. Что можешь рассказать про этого специалиста? Возможно, это тоже был один из тех факторов, который повлиял на твой переход. Ну, конечно, да, потому что я с ним тоже знаком был. Это очень квалифицированный тренер вратарей, который требовательный, с которым можно прогрессировать. Поэтому это большой плюс. С Леонидом Станиславовичем ты работал в Кубани, каким ты его запомнил тогда? Ну, я думаю, что он не изменился. Вот по первым дням по тренировкам такой же строгий, такой же, как бы и строгий, да, и легкий в общении, можно сказать, да, как бы к футболистам. И, естественно, требуют дисциплину. Поэтому, как бы, он такой же и остался, я думаю, что он не поменялся в футбольном плане. Как прошло твои знакомства с командой, расскажи. Так, буквально вчера я была первая тренировка в общей группе. И хорошо приняли. В принципе, там была тренировка двумя группами, поэтому не получилось так много пообщаться со всеми. Но я думаю, что все еще впереди, и как бы мы познакомимся, и все хорошо будет. В Минске ты уже успел провести некоторое время, плюс ты был здесь раньше. Какие у тебя, в целом, первые впечатления о нашей столице? На самом деле, мне очень нравится, потому что, как бы, и есть исторический город, где, да, там много таких домов. И зеленые насаждения везде, очень зеленый город, поэтому... Ну и плюс, по сравнению с прошлым городом, с Калининградом, он намного больше. Точно. Ну, а в целом, только положительные впечатления. База с тайки? База с историей, так скажу, потому что, да, там, как бы, не сказать, что там новая, но все равно в ней есть дух именно вот тех годов, да, победителей. И он ощущается там, поэтому все хорошо. Ну и что можешь сказать напоследок болельщикам Минского Динамо? Болельщикам хочу сказать, чтобы в любом случае поддерживали нас, мы будем выкладываться полностью на все 100% и постараемся, как бы, все сделать, все возможное, чтобы вернуть былую славу и Динамо на первые места. Динамо на первые места.